Добрый день, уважаемый вице-премьер-министр, уважаемые министры, уважаемые участники форума. Позвольте также Евразийской экономической комиссии поприветствовать всех участников. И я свой доклад выстрою, исходя из тех позиций и той ответственности, которая возложена на блок «Внутренние рынки» и «Информатизация информационно-коммуникационной технологии». Исходя из специфики нашей работы на внутреннем рынке, мы сталкиваемся со всеми проблемами, с которыми сталкивается бизнес. То есть, прежде всего, об этих проблемах узнает наш департамент, ему сообщают через те ресурсы в интернете, которые мы создали, и пишут нам письма о тех проблемах, которые существуют у бизнеса. И мы видим, как возникает вот этот определенный конфликт интересов между интересами бизнеса, который хочет беспрепятственно двигаться на внутреннем рынке Союза, и интересы государства, которые хотят, чтобы на рынке наших государств присутствовала только безопасная, легальная продукция, на которую плачены все налоги. И здесь возникает вот эта проблема, прежде всего, это проблемы, которые концентрируются на наших видимых и невидимых границах. Мы в бизнес вынуждены предоставлять большое количество дополнительных, доказательных документов о том, что эта продукция не контрафактная, а надзорные органы вынуждены требовать эту продукцию, потому что у них тоже свои цели. С другой стороны, вынуждены дополнительные накладывать бизнес-процессы или процедуры на свой бизнес, как, например, мы видим ситуацию в Казахстане, когда разница в ЕТТ приводит к тому, что для экспорта продукции в бизнес у Казахстана необходимо несколько дополнительных документов предъявлять, чтобы попасть на рынки Евразийского Союза. И эта ситуация, она, конечно, не создает благоприятных условий на нашем внутреннем рынке. И очень долго и комиссии, и государства-члены думали, как ее решать, и пришли к выводу, что максимально таким безболезненным способом решения этих проблем является переход на маркировку и прослеживаемость товаров. У нас уже введена маркировка на шубы, и показала на эту маркировку достаточно высокую эффективность в рамках Евразийского Союза. Сейчас мы договорились на Союз о введении маркировки на обувь. Здесь, конечно, надо оговориться о том, что в некоторых странах маркировка уже давно работает и введена в таких странах, как Белоруссия, Армения. И сейчас в связи с тем, что подобные маркировки вводятся в Российской Федерации, а Российская Федерация – это основной рынок, в котором заинтересованы все бизнесмены, естественно, встает вопрос о том, как вести эти новые механизмы таким образом, чтобы они, не создавая дополнительной нагрузки на бизнес или создавая дополнительную нагрузку на бизнес в этом контексте, убирали некоторые дополнительные издержки в деятельности бизнеса или во взаимодействии бизнеса с государственными органами. И именно эту позицию комиссия всегда продвигает, и мы всегда защищаем интересы, всегда защищаем такой сбалансированный подход, когда, с одной стороны, надо улучшать ситуацию с точки зрения контрафакта на евразийском экономическом пространстве, а с другой стороны, все-таки не создавать дополнительных издержек для бизнеса. И сейчас, когда мы создаем архитектуру прослежимости, вы знаете, что соглашение, уже подписанное в ближайшее время, вступит в силу. Для нас очень важна ваша позиция о том, как нам эту архитектуру создать таким образом, чтобы, с одной стороны, все-таки не увеличить нагрузку на бизнес, а с другой стороны, обеспечить эффективную систему прослежимости на товары, которые заслуживают особого внимания с точки зрения оборота на евразийском рынке. С другой стороны, мы наблюдаем еще одну тенденцию на внутреннем рынке, когда некоторые регионы начали защищать свои рынки с точки зрения интеллектуальной собственности, то есть внедрение региональных систем сертификации добровольной, условно-добровольной, защита товарного знака внутри Евразийского союза. Это все создает дополнительные проблемы для движения товаров, и нам необходимо здесь тоже ускоряться с точки зрения создания соглашений, чтобы мы не создавали дополнительных условий. Вообще, в принципе, самая большая проблема, на мой взгляд, в Евразийском союзе в этом контексте – это состояние некой неопределенности, когда бизнес, выезжая из одной страны, не всегда уверен в том, какой пакет документов ему нужен, какие у него дополнительные требования в той или в другой стране к нему могут предъявить. Поэтому очень важно, необходимо все-таки выравнивать и гармонизировать законодательство. В принципе, вице-пример именно этого сегодня поставил задачу о том, что именно ситуация, связанная с симметрией законодательства, создает максимальную проблему. Но есть еще одна проблема – это ситуация с симметрией надзора. Мы, не выстраивая эффективных взаимоотношений между надзорными органами, перекладываем это время на бизнес. А нам уже настало время более эффективно организовывать взаимодействие надзорным органам между собой. Потому что если мы говорим о какой-то продукции и о каких-то сомнениях в ее происхождении, как это у нас недавно в Армении был вопрос достаточно громкий на Верхнем Ларсе с допуском продукции в Российскую Федерацию, то надзорные органы, которые выдавали сертификаты, которые подтверждали качество, которые знают прекрасно, какая продукция на каком заводе у себя в стране производится, они во взаимодействии между собой могут быстрее подобные проблемы, связанные с недоверием, решать между собой. И здесь же вопрос встает об ответственности, все-таки об асимметрии ответственности между надзорными органами. То есть если в одной стране очень серьезная ответственность за нарушение законодательства, а в другой она практически сводится к нулю, то мы понимаем, что бизнесы стран окажутся в неравных условиях, и для них передвижение этой контрафактной продукции не столь болезненно, как для других. Мы с этим столкнулись, когда обсуждали соглашение по свободному обращению ювелирных изделий на рынке. Мы недавно это соглашение подписали в рамках Евразийского союза. И там как раз надзорные органы говорили о том, что очень важно начинать разговор о выравнивании именно ответственности за нарушение законодательства национального, для того, чтобы допускать друг друга на рынки. И второй аспект, о котором бы хотелось поговорить, это в рамках цифровой повестки. Мы изучали вопрос, связанный с цифровой торговлей, и Тимур Микешевич уже об этом несколько раз упомянул, и для нас очень актуальна эта проблема. Мы видим, как опережает цифровая торговля практически в 7 раз темпы роста цифровой торговли, опережают темпы роста обычной торговли. А когда мы говорим о международной торговле, это значит никакой проверки качества, это значит невозможность защиты прав потребителей своего, и это значит, что мы теряем свои рынки, и все наши торговые системы в ближайшее время подвержены определенным рискам с точки зрения рабочих мест и так далее. Поэтому мы разработали дорожную карту, уже внесли ее на обсуждение, на коллегию, и предполагаем нашу совместную работу обязательно в этих сферах, связанных именно с внедрением механизмов, как это сделано и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Китае, по защите именно с точки зрения безопасности потребителей, особенно потребителей, которые работают или приобретают свои товары на крупных глобальных площадках, где мы не гарантированно, наверняка каждый из вас сталкивался, заказывая подобную продукцию, и получая не то, что там нарисовано на картинке, когда ты заказываешь этот товар, и это как раз прямая такая большая проблема контрафакта, которую надо решать, и мы надеемся, что государственные органы и всех стран, которые здесь присутствуют, поддержат принятие этой дорожной карты, и мы начнем совместно в этом направлении работать. Извините, что немножко долго. Спасибо большое за внимание, и всем желаю. Спасибо.